О здоровом образе жизни, опасности наркозависимости и путях выхода из нее говорили в Ростовском экономическом университете. Организатор профилактических лекций – областная общественная организация «Ростов без наркотиков». Ее сотрудники сами в прошлом наркоманы рассказывали о своем печальном опыте студентам, пытаясь тем самым уберечь их от роковых ошибок. Проблема наркомании – проблема международного уровня. Во Франции, например, марихуану пробовал каждый второй школьник. Сотни тысяч европейцев в возрасте от 16 до 20 лет ежедневно употребляют этот наркотик. России и Ростовской области, в частности, пальма сомнительного перенства не принадлежит. И все же, для тех, кто непосредственно столкнулся с этим злом, оно не стало менее страшным. Нужно рассказать, как это плохо. Выбор всегда за каждым индивидуальный. Нужно рассказать, к чему это может привести. Привыкание к наркотическим веществам, даже к тем, что относятся к категории легких, почти всегда происходит с первого раза. Предотвратить проблему намного проще, чем потом лечить болезнь. Девиз областной общественной организации «Ростов без наркотиков» – «Сегодня мы пришли к вам, чтобы завтра вам не пришлось обращаться к нам». Проблема стоит достаточно острая, потому что люди, когда поступают в высшее учебное заведение, у них появляется больше свобода. Если в школе их как-то контролируют родители, учителя и так далее и тому подобное, то поступив в институт, они сталкиваются со свободой. И тут важно, чтобы они понимали и имели представление о том, что такое настоящая свобода, что такое ложная. Достучаться хотя бы до одного из присутствующих на лекции – задача не из легких. Иногда это удается. Например, недавно на профилактической беседе в школе ученица 8 класса сдала сотрудникам организации несколько доз курительной смеси. В таких случаях начинающих наркоманов консультируют. Если это нужно, предлагают пройти курс реабилитации. Развенчать миф о безобидности легких психотропных веществ проще всего на собственном примере. Председатель Совета общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяйнов, бывший наркоман с 12-летним стажем, диагноз врачей – полинаркомания. То есть употребление любых наркотиков – от спиртного и курительных смесей до внутривенных инъекций. Станиславу, конечно, не без помощи удалось победить эту болезнь. Уже 14 лет он уйдет трезвый образ жизни. Сначала это, конечно, была мать, которая со мной и со всеми моими делами боролась. Конечно, я этому всему противился. Потом уже появился человек, который стал для меня примером, что можно жить без наркотиков, без алкоголя. Это Анау Паша Николай, который на данный момент является председателем Совета, вот этой вот ассоциацией, куда мы входим. На лекции в Ростовском экономическом университете свободных мест в зале не было. Многие из первокурсников, как выяснилось, уже сталкивались с проблемой наркомании. Если и не на собственном опыте, то на примере окружающих. Я считаю, что нужно проводить такие практические лекции, беседы в школах, в университетах, чтобы поставить детей на правильный путь. Лекция никого не оставила равнодушными. Есть шанс, что эти студенты будут держаться от наркотиков подальше. А информацию о том, чем чревата пагубная зависимость, передадут своим друзьям.